Всем привет! Сегодняшний видеоурок будет посвящен технике мелодии древних. Один из элементов звучит так. Техника мелодии древних заключается в том, чтобы чередовать задержку дыхания и дыхание ртом с разными гласными, с разными частотами этих гласных и разных форм на горле. Сначала нужно научиться более простым элементам. Давайте пройдем артикуляцию ЕЙ-ЯЙ. Сначала первый элемент ЕЙ делается на задержке дыхания на горле. Без голоса. Можно таким вот басом делать, чтобы немножко вот так шею. И далее нужно вдохнуть на артикуляцию ЕЙ. И соединяем. Далее нужно чередовать снова ЕЙ, только уже вместо вдоха выдох. ЕЙ, задержка. ЕЙ, вдох. ЕЙ, задержка. ЕЙ, выдох. Движением головы я показываю выдохи и вдохи. Таким образом, на разнице задержки дыхания и дыхания образуются интересные мелодии. И после того, как у вас этот элемент получился, уже можно усложнять. Более красивые и разнообразные мелодии появляются, когда вы делаете на горле разные частоты. Чтобы сделать разные частоты, нужно потренировать немножко связки. Одно из упражнений, чтобы тренировать, я уже это показывал, но еще раз, конечно же, обновим память. То есть, немножко манипуляции с шеей. Конечно, эти манипуляции с шеей, они будут потом не нужны. Вначале они нужны для того, чтобы активировать эти связки. Итак, делаем одну и ту же артикуляцию. Яй сначала на басе и при этом шею максимально вот так вот наискосок удлиняем. Ей получается. Ну или также можно яй и ай. То есть, вот эти вот артикуляции, они могут быть в разных вариантах. Самое главное, сам принцип изменения частоты. Итак, изменение частоты происходит на разной длине шеи. Постепенно от такого положения мы переходим вот к такому положению. когда шея максимально уходит в плечи. То же самое на ай-яй. И таким образом, уже используя вот эти разные частоты, например, басовые, мы меняем мелодику. В процессе освоения этой техники в дальнейшем не нужно будет таких манипуляций с шеей. Уже будет на автомате за счет связок. Но вначале можете как раз таки делать это с шеей. Для того, чтобы использовать разные частоты на горле, можно попробовать разную артикуляцию. Например, ей у нас будет низкой артикуляцией, яй – высокой. И теперь осталось соединить эти частоты, но чередуя дыхание ртом на выдох и на вдох. То есть ей задержка, ей выдох, яй задержка, яй вдох. И таким образом получаются мелодии. Также можно экспериментировать с другими согласными, гласными. Согласные – это Л, Т. Но сейчас попробуйте этот элемент для того, чтобы закрепить данную артикуляцию. Также можно проделать это очень медленно, чтобы, конечно же, не торопясь освоить эту технику. Потому что она очень непростая. У всех получается с разной скоростью, поэтому не расстраивайтесь, делайте потихонечку. И таким образом я показываю дыхание. Когда я останавливаюсь, задерживаю дыхание с напряжением в горло. И теперь можно ускорить этот элемент, если уже получается. И таким образом получаются различные мелодии. и красивые, и интересные. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Техника очень классная, очень интересная. Пробуйте, развивайте. И у вас все получится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...